сегодня первый раз тут пришли да входите только что мы приехали ну и вот пока к кресту подошли а сейчас вышли маленько отдохнуть ребятишки устали героические наши дети ничего не понимаю стоят один правда тут еще уткнулся поспал потом дальше еще а где он где-то кто спал коллеги он найти колю привезти его сюда тарасе потихоньку давай его пусть он послушает или коля садись сюда рядом не дорога была трудная он устал коля садись тараси дядя виктор николаевич он учитель здесь и он сейчас будет вам рассказывать о господи христе вам не холодно здесь наверно холодно надо зайти куда-то все потом никакой мороз не возьмет ну поплотнее друг дружки то прижмитесь и хорошо будет у меня отца и сына и святаго духа аминь какой сегодня батюшка евангелие читала ну кто запомнил евангельское чтение от кого послание было или письмо спали что ли все давай так отсюда стопа евангелие от мотфея правильно так он читалась евангелие от мотфея 28 глава 16 по 20 стихи коротенько чтение послушаем что нам господь говорит писал мотфей но это господь говорит мотфей воспроизводил слова божие 11 же учеников пошли в галилею на гору куда повелел им иисус и увидев его поклонились ему а иные усомнились и приблизившись иисус сказал им дана мне всякая власть на небе и на земле и так идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа чай соблюдать все что я повелел вам и сия с вами во все дни до скончания века аминь 11 учеников а всего было 12 где 12 то есть это иуды нету вот в этом евангельском чтении нам господь говорит о том что воскресший воскресший христос ею коля холодно ником а то я тебе дам костюмчик курточку со можешь одеть я не жарко надей на себя просто если вам церковь напоминает о воскресении иисуса христа мои доспехи на нем вот лишь как хорошо мы забываем многие события чтобы мы это помнили господь нам через церковь свою напоминает о воскресении иисуса христа что такое событие истины произошло и были свидетели как может человек воскреснуть так ученики не понимали у сколько они слышали от иисуса христа что воскресником сам о себе говорил они не понимали слова были непонятны но когда на них сошел дух святый вот неделю назад помните какой праздник был неделю назад а пятидесятница пятидесятница еще как можно назвать троица еще еще название есть оказывается день рождения церкви 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 нашей христовой которую господь основали апостол так вот вот этот день рождения когда это произошло ученики получили духа святого уже смело проповедовали воскресение иисуса христа и вот господь говорит здесь что дана мне всякая власть на небе на земле а мы вот в городе живете да многие мы в городе живут да все кроме стекла смотрите как будто все происходит как будто бога нету видите школах на улице какие люди не знают бога какие они несчастны да а как же господь говорит дана мне всякая власть на небе на земле а как вы считаете с почему так господь говорит вроде все так мире происходит чтоб как у бога нет несправедливость жестокость убийство война люди выбрали жизнь без бога то есть войны несправедливость то там где-то стреляют там школа врывается стреляют учеников убивают ученики учеников вот такое случается да как оказывается господь имеет власть имеет власть и над этими людьми тоже он имеет власть но они выбрали жизнь без бога у нас все что мы делаем все под властью божьей происходит у нас вот тело наше работает ну-ка сердце стучит это что без бога происходит и когда она начинает стучать там владенец который формируется вдруг у него начинает стучать сердце и ученые говорят мы это мы не понимаем почему это вдруг начинает стучать у такого маленького зародыша какой-то там период это бог так делает вдруг господь дает толчок и все начинает стучать власть божия проявляется кровь струится у нас мы видим слышим сюда приехали безопасно а сколько аварий в этот момент произошло и вся эта власть божия проявляется на дали посмотрите как красиво здесь красота же правда а кто это красоту создал это его невидимая десница создала и так вот господь еще властвует в душах тех кто ему поклоняется кто чтит его по заповеди его исполняет дана мне всякая власть на небе на земле везде во всех уголках вселенной власть божия проявляется но он насильно никого не заставляет чтобы они веровали там и поклонялись ему это свободный выбор как ливия сказала правильно и так он говорит идите научите все народы все народы какая разница какой народ уже во христе нету не елена неудея не варвара уверовать негрова христа господь его принимает русские ли или там еще какой-то другой национальности господь всех принимает учая соблюдать все что я повелел вам вот господь говорит и сея с вами во все дни до скончания века он с нами он с апостолами мог до скончания века быть апостолы жили проповедовали умерли а с кем он во все дни до скончания века с учениками с нами и те которые после апостолов живут и после нас если бог даст еще продлится время после нас ученики христов и господь с ними будет так где господь пребывает все с вами во все дни до скончания века в душах каких людей он пребывает верующих правильно а написано сокрушенных сердцем сокрушенных то есть которые смиренные сокрушенные пред богом смиренно мудренно живут со смирением послушанием вот если вы родители не слушайтесь вас господь может покинуть уже вас не будет а какая тут связь скажите а господь заповедал заповедал чтобы мы почитали кого отца и мать и будешь дальше что долголетием на земле почему-то многие молодые люди долго не живут но можем это предположить что может быть отца и мать не почитали ушел юноша воевать и не вернулся а 18 лет силу амаганистан или чечню вот если вы будете слушаться родителей господь будет продлять жизнь и так вот многое мы конечно можем подчеркнуть из евангельского чтения но запомните вот эти вот слова все я с вами во все дни до скончания века ну-ка повторим все вместе все я с вами во все дни до скончания века аминь то есть он будет с вами господь пребывать если вы будете его словом слушать и исполнять вот и знаете хочу что добавить и сегодня мы приехали слава богу дождь там барнауле лил а здесь оказалось что он длил так потихоньку по осеннему и мы проехали свободно ну вот за вами ехали а у вас там что-то стали сон до сучи вот поэтому мы вас и догнали когда я ехал у меня на машина колесо лопнуло потом но не буксовали нет ну там грязи то почти не было газель у нас мощная она не по такой дороге вот сколько господь чудных существ сотворил есть такие что как будто бы с другой планеты вот знаете есть такой богомол почему так называют насекомых но ну и чё а почему богомол да и он такой как вот какой-то не ну не знаю как робот какой-то есть вообще не похоже на живых существ сколько тайн вокруг это все господь сотворил такой мир удивительный даже вот про голубей вот фильм есть такой научный они так давно в интернете находил пускает скоростного голубя и это одновременно мотоциклист но у него там мотоцикл получше чем у меня знаете у меня какой-то у него там покруче и вот кто быстрее долетит там от москвы 100 с лишним километров голубь сразу же дорогу убирает по прямой и до сих пор непонятно как это вам сразу же у него там навигатор которую господь вложил а мотоциклист он едет по дорогам которые ну проложены по асфальту и голубь прилетает быстрее хотя мотоциклист быстро едет там больше ста километров в час и вот как они находят да и она когда голубей это везут они в корзинке в поезде они не видят ничего нет человека сейчас вези в каком-то лесу остановись и высади и куда пойдешь какую сторону идти велик что помирать да и как они находят это вообще удивительно считает что там и реки или направления но реки так не всегда же не на север они по-разному или какие-то магнитные линии они что-то у них такое есть что бог наложил тайна непонятно вы что раз экспериментирует сколько комаров отопьются крови и как он еще дальше будет лопнет или не лопнет терпение и он если господь благословит теперь плавать только и на южный на южный завтра лодки туда увезут и там будете плавать а если будет погода хорошая купаться будете рыбу но рыбы сейчас нет пока подождите маленько не комаров наедятся рыбы так что можно заходить до а то холодновато и до но они некоторые не мерзнут я гляжу а вот смотрите у батюшки сколько вещей смотрите а ну-ка сбегайте посмотрите поближе только туда не кричите тихо молча чтобы не напугать и бегать бегать вместе как батюшка не видит сколько баранов бишь этот уснул коля отоспался ну все там говорит незнакомое место он дети пришли первый день потеряевки они лагеря нету детского это в гостях у нас слова лагерь даже не произносим нигде побыл я сегодня на рыжковском все смотрел на понедельник чтобы всех собрать закончить там уйти я бульдозер пригоню пускай деточки отдохнут они многое не видели в городе лишь как интересно то они пробудились а сразу а никитова то долбит коля он как коля спать ложится головой воткнулся в стенку и надо трогать пусть дети в храме отдыхает под звук монотонной батюшки дыму тут напустил комары дым не любят отлетели батюшка самый защищенный он дым так одет такого комары его боятся батюшка победитель комаров вот они где интересно сами придут или не придут они будут там стоять хоть сколько лишь бы на службу не идти как не только на суру так вала раньше в лагере а батюшка будет или нет другой самый ленивый только лучше дрова пилить буду о какой зонта я видел снимал вот наши девочки ведут девушки наши прекрасные ну вот посмотрели смотрели он какой сколько зерна у него видишь а сколько там ласточек вот давайте-ка заглянем туда сколько ласточек он на складе посмотрите гнеза там посчитайте ну-ка ну-ка давайте бегом туда беги не упади только о как интересно ребятишечка моим посчитайте сколько гнез посчитайте сколько гнез смотри коля коля глянь-ка где гнезда того на не покажите ему вон вверху он не гнезда смотри дальше вот прилеплены видишь где налепили они а ну-ка посмотрите еще за эти вот заграды ну кослась посмотри что там есть за этой ну-ка нет нет и ноги провалятся до туда только в сапогах надо ой сколько там ласточек ты посмотри это все гнезда игорь собрал всех ласточек это игорь в склад а насчитал 30 гнезд 30 но так подождите а так тоже такое ну-ка скорее сюда его ёжик смотрите это ёжик пошел ёжик ёжик ну-ка берите его сюда вытащите ну-ка кто-нибудь бери бери без азатова не бойся давай сюда посмотрим давай сюда ёжик ну-ка давай его сюда вот сюда вот поставь вот сюда вот а ну-ка вот больше не задевайте его грион как он старайтесь не трогать его не трогать так просто ну маленько подрогайте так он мордочку не прячет обычно наши ёжики ну вы закрыли его там от света вот она на свет маленько подтащите его вон смотри когда ли какого ёжика нашли ой какой носик у него хороший не задевайте его когда мы это видим ёжика он сворачивается клубком а этот нет он нам нам доверяется не боится нас он сейчас побежит дайте ему дорогу туда дайте маленько отойдите в сторонку пускай идет домой баня-то надо затопить иди беги на я пойду сейчас снимать так подожди-ка на подержи еще поснимай сейчас вытрягну он тоже вытрягнул да ой он хочет идти по ходу дела пока ребятишек поснимай там у него хвостик моря он такой хороший алюшин алюшин жарова и гораски и ежики и лазки и ежики и комары не хватает только одного животного лошади и коровы почему здесь нет лошади а почему здесь лошади и коровы нет я считал это вот а а а а оскол не посмотреть чтобы ее Сараево слабо, октябрь. Так и говорят из сараева. Из северцеплята не упрёт и распущение. Ну, у вас когда сгорелся сараево. Ну да, потом и их пустит. Пойдёмте в храм. Это овёд. Там, наверное, что-то снегозное. Горох не пустит. Сколько? Заведите в храм, а потом вытащите, и мне дашь. Что, заходите? Иди, иди, иди. В баню пойдем только я и вы. Больше никого не надо. Все, заходите, ребята. Все, заходим. Давай дальше заходим. Ах, это Коля. Давай в мой костюмчик. Вот молодец. Вот у меня хорошие тварики. Так, что все, заходите к нам и вы. Пусть вы, погружите, и мы еды. Нет, не правда. Что? Граус с ненавидом. Много удачного, заходите. А ваше то. Все, заходите в небеса. Воскресенье, во небеса во блесенье. Им же и во веки при бывала день его обещался, Христос. Господь, 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 Господь О, горький на земле миг, Человек за благотворение, Хвалим тебя, благословим тебя, Хвалим тебя, слава славим тебя, благословим тебя, Великий мир, благословим тебя, Господи, царя небеса, Господи, царя небеса, благословим тебя, благословим тебя, Ты и сильный, Господи, Иисус Христов, слава Бога, царя небеса, И на всякий благословим тебя, свалим тебя, благословим тебя, Слава Богу! 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 От меня злого я не буду знать. Тайна кривещущего я на ближнего своего изгоню. Гордого отчаяния надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто будет путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающей коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими.